Приветствую вас. Евросоюз пытается разъяснить Грузии, что принятие законопроекта об иноагентах не соответствует европейским ценностям и может помещать сближению Грузии с ЕС. Грузия хочет быть в европейской семье, сохранив независимость и идентичность. Грузинский футболист Хвичак Барацхелия не намерен продлевать действующий контракт с итальянским клубом Наполи. Он может покинуть неаполитанский клуб летом, поскольку стороны не могут договориться о зарплате игрока. Покупкой центрального нападающего сборной Грузии по футболу и французского МЕЦА Георгия Микаутадзе заинтересован Туринский Ювентус. Безвизовый режим с Китаем для граждан Грузии официально вступает в силу 28 мая. Граждане Грузии в КНР без визы смогут находиться 30 дней подряд. Сборная Грузия по хоккею обыграла соперника Виста Ивания со счетом 6-4 в матче группы Б чемпионата мира во втором дивизионе. Но уступила Белгии со счетом 2-4 и не смогла выйти в группу А. В игрову Грузии Белгия заняла первое место на турнире в Софии и перешла в группу А второго дивизиона. Экстоизент Грузии Михаил Саакашвили отозвал жалобу из Страсбургского суда в связи с тем, что на данный момент состояние его здоровья действительно не опасно для жизни. А суденый Михаил Саакашвили не только не болен, но и хочет возглавить среды политического движения. В первом квартале текущего года доходы от международного туризма в Грузии превысили 800 миллионов долларов. Грузинские дзюдоисты на чемпионате Европы в Загребе завоевали 7 медалей и заняли первое место в общекомандном зачете. На континентальном первенстве принимали участие более 400 дзюдоистов из 47 стран мира. Европейский союз дзюдо назвал грузинского дзюдоиста Тадо Григалашвили лучшим дзюдоистом 2023 года. По данным Международного валютного фонда, оказывается, Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы и занимает 9 место. Особенно рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего прошлого года. От статистики не убежишь. Удачи всем вам!